Милая моя Из Яшкаролинской гавани всегда по четвергам корабль уходит в плавание музыкальным берегам. Кто в Яшкаролине слышал про куп самодеятельной песни «Четверг» при така имени Ленина? Здесь рады всем. Ограничений в возрасте нет. И в 13, и в 70 лет можно одинаково любить песню, сочинять, исполнять и просто активно слушать. И потихонечку дайте задрап открывать. Помню, счастлив на пропасть лишь подрегла. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях. Люди у нас очень интересные, все творческие. У нас есть авторы текстов, авторы полностью песен, авторы музыки. И очень хорошие наши зрители и люди, которые не могут сами песни писать. Но они всегда рады слушать наши новые произведения и всегда бывают с нами. Так, а кого надо благодарить за то, что все-таки такой клуб у нас есть? Вы знаете, конечно же, нашего уважаемого директора этого заведения, Хаджу Мурата Юрьевича Гуцунаева. Он сам неравнодушен к авторской песне. И в каждой беседе он всегда подчеркивает, что он с удовольствием выступил с нами вместе. И может быть, когда-нибудь мы к этому уже и придем. Мы проводим получасовки. Что такое получасовка? Каждый человек, который желает, готовит свое творчество всевозможное. Если это поэт, то он читает стихи. Если это исполнитель, то он исполняет свои песни. И вот буквально недавно мы начали такое интересное начинание. Такое мероприятие. Был вечер, посвященный памяти Александра Вертинского. Затем вот в этом месяце, в прошедшем, мы провели два вечера творческих. Это вечер испанской музыки и вечер джаза. То есть все желающие исполнить эти произведения, мы собираем всегда в наших стенах. Но мы не только проводим в стенах ДК Ленина. Мы участвуем во всех фестивалях всероссийского значения. Это Гренландия в Кировской области, это Зазерье в Нижегородской области, живая струна в Чебоксарах. Душа России в нашем Марийском крае – это в Килимарах. И, может быть, я какие-то не перечислила фестивали, но что я могу с уверенностью говорить, что очень многие наши участники четверговцы уже получили признание всероссийское. И наши марийские есть поклонники наших талантов. И среди наших участников есть очень много дипломантов, лауреатов. И все-таки участников. Их имена узнаваемы. Это очень радует нас. В этом году Клопу исполнилось уже 13 лет. В 2001-м, в январе, в самые крещенские морозы состоялось его открытие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сюда приходят и поэты, и музыканты, и танцоры. У нас есть замечательные танцоры, кстати, в клубе. А есть те, кто просто слушает, кто умеет хорошо слушать. Это тоже здорово, согласитесь. Не только тот зритель, который приходит к нам на концерты, а именно те, кто может прийти, послушать в клубе. Вот как мы сейчас сидим, кто-то пел, вы заметили, а кто-то слушал. И это нормально. Все началось вообще с двух маленьких объявлений. В одном объявлении Лена Смотрина приглашала всех организовать, всех желающих назвать клуб «Белая ворона». А в другом объявлении Валерий Багаудинов приглашал всех, кто хочет заниматься творчеством, тоже объединиться. Эти два человека нашли друг друга по объявлению. И вот из этого создался клуб. Игорь Карецкий, Ирина Принцева, Владимир Полканов, Рашид Зульфаизов. И в клуб приходят новые люди. И очень часто бывает, что с первого захода они попадают в десятку. Так что мы рады всем. С первых дней появления в клубе Константина Шемякина, четверговцы заметили этого очень заинтересованного в актерской песне «Автас». Его песню о бане исполняет член клуба «Четверг» Александр Женцов. Лишь когда с поднимись я, А прокинется ливнем душа. Так поддай же парку мне, родимый, Не жалей, наподдай, что я сил. Пусть немного побуду счастливым, Коль я здесь, значит, я заслужил. Хоть немного побуду счастливым. Коль я здесь, значит, я заслужил. Эх, хороша. Константин Шемякин. Замечательные люди, разные. Там кого только нет. То есть там есть и инженеры, и рабочие, и музыканты бывшие, и учителя, и преподаватели. Но у всех их обеднеет одно. Это любовь к авторской песне, к бардовской песне. Около трех месяцев я уже являюсь постоянным посетителем этого клуба. Мы сейчас будем готовиться к ряду конкурсов, которые будут проходить у нас на территории Республики Мариэл. Есть задумки. И я хочу сказать, что никогда не думал, что у нас так много талантливых людей. Там пишут песни, пишут стихи. Причем такие замечательные, что мне еще, как начинающему автору, просто на них еще далеко. Но я думаю, я постараюсь дойти до этого уровня. И я знаю, что наши боннинг-коллеги, которые со мной там занимаются, некоторые занимали уже призовые места. Сергею Никитину как-то пришлось в малиновой шляпе бродить без калошек. И там в его ногу чего-то впилось. Но то оказался резиновый еж. Недавно диплом первой степени привезли из Подмосковья Елена Винокурова и Борис Крипак. Вместе дуэт «Откровение». По рощи осиновый, по рощи калиновый, на именины и к чеку. В шляпке малиновой шел ежик резиновый с дырочкой в правом боку. Были у ежика сонтика, дождика, шляпа и пара галош. В божьей коротке, цветочной головке, ласка покланялся еж. Здравствуйте, елки, а что вам иголки? Разве мы волки в округ? Как вам не стыдно, ведь это обидно, когда ощутим все трудно? В небо лучистое, облако чистое, на именины и к чеку. Ежик резиновый шел и на свисты, в пол дырочки в правом боку. Дыркой в боку свистел. Милая птица, извольте спуститься, вы потеряли пирог. На красной аллее, где клёны аллеют, ждет вас находка в бедру. Небо лучистое, облако чистое, на именины и к чеку. Ежик резиновый шел и на свисты, в пол дырочкой в правом боку. Много дорожек прошел этот ежик, а что подарил он щетку? Об этом он в ванне. На свистовом в ванне, дырочкой в правом боку. И продолжение для взрослых. По поликлинике, лопая финики, знать на прием к своему. Сам виден товарищи, шел их товарищи, с дырочкой в правом боку. Я ему в прозе задал вопросик, и надо же мне дураку. Теперь на приемы ходим вдвоем мы, с дырочкой в правом боку. У меня были попытки написания стихов где-то 18 лет. Как раз, когда приходит первая любовь, когда ты вступаешь в жизнь, для тебя все новое и так далее, и так далее. Эти стихи, они у меня до сих пор остались. Я их берегу, как зеница ока, потому что это первое такое мое творчество. И я, кстати, когда уже начал писать серьезно и много, я обратил внимание, что те темы, которые я там поднимал, 18-летним, они сейчас у меня до сих пор не существуют и никуда не делись. Просто у меня уже появился опыт, у меня появился лексикон, богатое, так сказать, внутреннее содержание гораздо больше. А толчок дало? Ну, я думаю, что все-таки все толчки в нашей жизни происходят из нашего окружения. Меняется жизнь у кого-то, меняется подход к жизни и так далее. Я бывший военнослужащий. Я честно отдал свой долг нашей стране и с честью ушел на пенсию. И когда у меня вот это вот, а значит, что такое военнослужащий, это такое, может быть, постоянное напряжение, постоянно, так сказать, на посту человек находится. И вот этот груз, который он был в течение тех лет, который занимался вопросами, связанными с военной службой, он, конечно, может быть, меня от творчества-то немножко отводил в сторону. Хотя я знаю очень много людей, которые военнослужащие и пишут, и выпускают диски и так далее. Но я считал, что служба у нас опасна и трудна. Поэтому как-то мало вот обращал внимания. А когда вот этот груз ушел, у меня появилось свободное время. У меня появилось свободное время, у меня появилось желание. И видно тот потенциал, который был не растрачен, который накопился, ему надо было куда-то деться. И тут как раз наши люди, которые мне сказали, давай. Дарите доброту души друг другу, дарите доброту души другим. Добро, прошедшее не раз по кругу, к истокам снова припадет своим. Все возвратится, как не раз бывало, и в наш нелегкий сумасшедший век. Все, что творцом задумано сначала, познать сумеет добрый человек. Это большущая семья, такая вот, не знаю, социалистическое общежитие, это раньше было такое понятие. Поэтому кого-то любишь, кого-то не любишь, но это есть дело, которое объединяет всех. Чуть-чуть он, конечно, видо изменился четверг, он стал так, это, пока шире как-то, потом это не чисто авторская песня. Первые пять лет эйфории, когда у нас вообще с авторской песней. Ну вот ее практически как-то таковой не существовало, в каком-то смысле она существовала, сама песня. Ну не было вот этого центра. Вот сейчас этот центр есть, и какой он получится дальше, ну как-то он преобразовывается, как-то он меняется, как любой ребенок. Вырастет, посмотрим. Мы с болеем этим дело, мы не лечимся, хоть тресни, не обосновим на миру заносители. Будет жить на свете дело, наша авторская песня, пока живем мы ее телохранители. Будет жить на свете дело, наша авторская песня, пока живем мы ее телохранители. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ